Всем привет, друзья! С вами канал Твой Игровой. Сегодня со мной играет Женя и Влад. Привет! Поиграем мы в настольную игру биржа. Это игра, собственно, о торгах, об играх на бирже. И мы начинаем. Настольную игру биржа вы можете купить в фирменном магазине Gaga Games. У них очень много игр, семейных, гиковских, на любой вкус. Это их фирменный магазин. Переходя по нашим ссылкам, вы помогаете развитию нашего канала. Ну, а мы переходим к настольной игре биржа. И сразу скажу, что мы просто начнем играть. И во время партии будем объяснять, что мы делаем, чтобы вы правила сразу же по ходу усвоили. Потому что рассказывать сначала правила, потом начинать играть, что-то мне как-то уже надоело. Значит, в общем, расскажу, что мы должны сделать в этой игре. Как победить? Нужно заработать как можно больше денег. Ну, это логично, потому что на бирже торгуют акциями. И у нас есть шесть компаний. Это Cosmic Computers, Bottom Line Bank, который мы назвали просто Днищинский банк. Потому что Bottom Line Bank можно перевести как? Под линейный банк? Банк под линией? Ну, Bottom это под, и линия это линия. В общем, в комментариях напишите, как бы вы перевели это название. Значит, Leading Laboratories. Что-то исследуют, ребята. American Automotive. Они выпускают машины. Также есть Stanford Steel. Выпускают сталь. И Epic Electric. Они, соответственно, занимаются электрикой. В колоде вот здесь у нас будут акции этих компаний. Всякие карты действий. Мы будем во время игры здесь изменять стоимость этих компаний, продавать акции, покупать акции. В общем, постоянно будет меняться курс. Все это вы увидите. Нужно заработать как можно больше денег. Изначально у нас уже есть по одной случайной акции. Сейчас я посмотрю. Каждой... Ну, не каждой компании, а какой-то компании. Вот. И 20 тысяч наличных. Ну, скорее всего, не наличных, а денег просто на счетах. Еще должно говориться, что мы будем играть на самой простой версии поля. Вот тут написано базовое. А в конце, когда мы уже не будем занимать это поле, я переверну и покажу другую сторону поля. Она более продвинутая. И там компании, они не такие безликие. Они как бы обладают некими своими свойствами. Другие треки. Также есть еще прямо в коробке дополнение, которое называется «Инвесторы». Здесь вы получаете другие стартовые суммы. По-моему, плюс к этим 20. И еще разные свойства у каждого инвестора. Вот. Ну, это Билл Гейтс. Тут богатый Билл. Брокер Берни. Это все известные какие-то американские и, возможно, не только американские финансисты. Вот Дональд Трамп, например. Все. Значит, я первый игрок. Давайте начинать. К сожалению, вот после того, как мы сыграли в игру, у меня так в памяти... Ну, она достаточно специфична, эта игра. У меня так в памяти не отложились все фазы. И я буду постоянно пользоваться подсказкой. Уж вы мне это простите. Значит, я первый игрок. Мы начинаем. Первое, что мы делаем, это открываем вот из этих стопок изменения курса и кампаний. Значит, открываем в открытую на поле вот такую информацию. Сейчас расскажу, что она значит. Каждый берет себе. Давайте тогда сами будем брать, чтобы я не тянулся через стол. Значит, такую вот комбинацию. Это показатель роста или упадка цен на что-либо, ну, на какую-то компанию. И, собственно, компания, которая будет это делать. Таким образом, мы знаем точно, что автомобили американские повысятся на два в определенной фазе. И у каждого игрока еще будет точно такая же связочка, которую можно посмотреть, но никому не показывать. Вот, получили. Дальше мы выкладываем из нашей стопки акций в пакеты акций по одной карте в открытую. Мы играем втроем, поэтому будем использовать только вот эти пакеты акций. Вообще здесь пять игроков. Вот эти вот калькуляторы, это и есть пакеты. Выложили. Теперь мы берем каждой по две карты. И эти две карты мы сейчас будем также выкладывать в пакеты акций. То есть, пока мы формируем эти пакеты. Вот таким образом. Начиная с первого игрока. Тут все в основном начинается с первого игрока по очереди. Одну карту нужно выложить в открытую, а другую в закрытую. Причем можно это сделать даже в один пакет. Значит, эти треки обозначают, собственно, стоимость каждой акции. Видите, вот тут сталь, автомобиль, компьютер. Так, я, да? Что-то я заговорился. Ну, мне можно я правила рассказывал. Делаю вот так, в закрытую, и вот так, в открытую. Пока просто смотрите. Пока может быть непонятно, потом все поймете. Это выход? Да? Ну ладно. Деньги разного номинала здесь лежат. У каждого игрока также есть планшет, в который мы будем складывать купленные акции. Вот портфель акций. И есть еще здесь раздел. Это пакет, портфель раздробленных акций. И не буду пока рассказывать про это правило. Как только оно возникнет в игре, я расскажу. А может быть, я и расскажу. Просто ходить. Да, среди колоды акций могут встречаться также карты торговых сборов и карты действий. Действия тоже влияют на курсы. А торговый сбор означает, что если вы этот пакет купите, заплатите, сколько указано в банк. Собственно, 2000, например, здесь. После того, как пакеты сформированы, мы должны теперь методом аукциона эти пакеты выкупать. У нас есть значение здесь на каждом пакете. От 0 до 25 тысяч. Именно столько нужно заплатить, чтобы взять себе пакет. Значит, как проходит аукцион? Я, первый игрок, выбираю любой пакет. Хочу вот этот. Ставлю на 0. Соответственно, я собираюсь за 0 тысяч, миллионов, чего угодно, взять этот пакет. Следующий игрок может выбрать либо другой пакет акций, либо поставить на значение, которое выше, чем ток, на котором я стою. Обязательно. И тогда я заберу свой жетон, свою фишку, и буду обязан потом ее куда-то поставить. Ну, Женя решил вот так. Я Женя не отдам. За этот пакет идет борьба. Забирай свою фишку. Да ладно. Да, этот не аж. Серьезно. Ну, я вот так. Это не твоя война. Все, когда все фишки выставлены по пакетам, мы разбираем, собственно, свои пакеты. Я должен заплатить 3 тысячи за то, что беру этот пакет. Смотрю карты, которые в нем есть, и сразу торговые сборы также оплачиваю. Значит, эта карта уходит сюда. И еще минус 2 тысячи. Теперь, значит, у нас идет фаза действий. Если у кого-то есть карты действий, то они могут быть использованы на... Сыграны на какую-то компанию, да, и либо повышается ее стоимость, либо понижается. Пока ни у кого ничего нет, да. Соответственно, все. Я кладу купленные акции в портфель свой, и теперь все их забираю. И идет у нас фаза продажи. При желании мы можем продать любое количество любых акций по их курсу. Соответственно, я не хотел бы ничего продавать пока что. Играть мы будем 7 раундов, потому что 3 игрока играют 7 раундов. Вот этот жетон потом пойдет направо. Ты будешь что-то продавать? Нет. Влад хочет продать акции компании Cosmic Computers за 5 тысяч. Давайте, давайте, давайте рублей. Нет? Не солидно? Лучше долларов. Долларов. Хорошо. Долларов. Все, значит, фаза продажи закончилась. И мы теперь открываем наши, значит, прогнозы, так скажем. И смотрим. Значит, сталь у нас, ну, конкретно у меня, да, сталь понижается на 2 значения. Женя повысил, Влад повышает на 4 лаборатории. Машины у нас повысились на 2 и еще 2 сочетания. Этот значок означает дивиденды. Вот такие 2 доллара. Значит, все, у кого есть акции компании Cosmic Computers, получают по 2 тысячи за каждую акцию. Вот. Все, значит, получается у нас раунд заканчивается. Двигается у нас маркер дальше. Я передаю жетон. И теперь самое время рассказать вообще, как, что нужно делать. Да, отдаю карту, чтобы сделать новые комбинации, делать прогноз. Нужно в каждом раунде. Значит, здесь нужно стремиться сделать так, чтобы ваши акции, которые у вас есть в портфеле, как можно больше стоили. И желательно, чтобы они еще и попадали в портфель раздробленных акций. Дело в том, что когда вот эти вот тикеры, да, они же тикеры называются? Фишки торгов, тикеры. Да, тикеры, значит, биржевые доходят до вот этого вот значка доллара, то получается, что все акции, которые у вас есть в этой компании, переходят из обычного портфеля в портфель раздробленных акций и стоят теперь в два раза дороже. То есть, если вы могли бы продать по 9, например, из обычного портфеля, то теперь по 18. Правильно? По 18. Это очень круто. А если у вас лежат уже в раздробленном портфеле акции, и они еще раз дробятся, то вы получаете за каждую акцию по 10 тысяч долларов. То есть, вот, собственно, и вся стратегия. Как можно больше, как можно лучше увеличивать цену тех акций, у которых у вас больше всего, и стараться, чтобы противники, наоборот, невыгодно покупали, продавали акции. Вот. Все, прогнозы мы разобрали. Нужно обязательно посмотреть. У нас автомобили будут расти. Это неплохо. Выкладывается теперь у нас... О, видите, биржевой спад будет. Кто-то будет играть, если возьмет. И биржевой бум. На два значения будет падать какая-то фирма, на два значения увеличиваться. Угу. Еще по две карты. Так, начинаешь с Женей, теперь играем. Так. Угу. я готов так если надо платить платим идет фаза действия выбирается одна компания но вообще мы же не немножко по правилам начали так немножко спорить будем играть так выбирается одна компания и все карты увеличения стоимости играются на одну компанию также выбирается потом вторая компания и все карты уменьшения играется играть на нее именно все они так что каждую карту нужно выбирать какую компанию ты повышаешь или понижаешь но мы решили играть так потому что я считаю что формулировки в именно такие как известно по манчкина чья коробка шутка ну что постоянно ты задерживаешься позже всех на бирже ходишь и лазишь по чужим компьютером смотришь у кого какие там документы на сайте и в папку ловишь разные так ночью действия на 2 же не что-то хочет повысить ну скорее всего leading laboratories да то что мы купили она кладет сюда не забывайте вот я повышаю на 2 сталь и уменьшаю на 2 машина хорошо итак сейчас у нас фаза фаза продаж же мы можем что-то продать да я продам две акции american automotive это будет 14000 и продам еще сталь это плюс 5 то есть 19000 правильно 10 5 и 4 что я сделал дурацкий ход ребятушки ну ладно автомобили то на 4 повышаются раз-два-три-четыре и я бы мог в портфель раздробленных акции перенести их ну это потому что я записываю с play скрываемся да давайте так банк на 3 падает но ребят все раз-два ну и собственно все он в банкроте и возвращается обратно на кругляшок закрашенный значит что это означает мы теперь все акции банка должны просто скинуть в сброс но этого не происходит наверное потому что ни у кого нет банка вот все ну автомобили раз-два-три-четыре и тут же возвращается вот сюда на 6 если бы было еще больше например 5 то просто вернулась бы и еще один бы добавилось вот такая механика обязательно вернулась и дальше так ты показываешь вот же не показывает что у него есть такая акция и перемещает ее опять в закрытую в раздробленный портфель акции точнее портфель раздробленных акций все и берем дивиденды электричество еще не все да за электричество берем дивиденды да у меня есть я показываю 2000 так и дальше смотрим ставить 2 один все бедный а что ты запоминал давайте маленькая предыстория почему я вообще захотел но вообще не свойственно мне такие игры брать на же циклой все знают что я люблю всякие приключения фэнтези там но зачем я взял эту игру потому что женя экономист и причем есть биржи я не понимаю но блин ну как как говорят ты же программистом на установил вор там не знаю сделать про чине принтер все в яндексе работает программистом и говорят у тебя на такси скидка есть на яндекс такси ну у него спрашивают у тебя нет 100 гигабайт на диск лишних ну короче говоря я подумал что разжение экономисты он умеет хорошо считать то мне будет интересно посмотреть как он играет в эту игру вот ну что сказать в первую партию он конечно выиграл но это только первая случайность вот просто по случайности да все выкладываю не опытность до разбираем карта по-другому будет да важно что выкладываются в портфеле именно те две карты которые вы взяли вот из этой колоды не и вы не из этих уже смотрите а именно две друзья а а а а и а а и и и а и Пока ты думаешь, я расскажу, что будет исходить в конце игры Во-первых, мы посчитаем, ну давайте я уже расскажу Мы посчитаем так называемую нажористость Нажористость Господи, как она называется? Мажористость Мажористость Определить мажоритарных акционеров Ну, короче говоря Мажоров Мажоров, да У кого больше всего акций определенной компании Тот становится мажоритарным акционером и берет себе 10 тысяч А потом, значит, продаем просто акции по финальным ценам И смотрим, у кого больше всего в итоге получилось денег Все очень просто Ты сюда поставил? Да Я хожу Ну, хорошо, я пойду сюда Ты чего дерешься? Тут полиция есть у нас в зале Э, ребят, вы че? Я готов 3000 заплатить 3000 долларов По нынешнему-то курсу ладно что живут все разбираем так фаза действий есть у кого-то действия кто-то взял сейчас действия не обязанных разыграть я обязан разыграть и я должен скинуть на 2 какой-то компании но и остальским ничего все фаза действий закончилась фаза продажи кто-то хочет что-то продать я нет я продам 6 и 5 за 11 тысяч продам сейчас очень подобно да по пятерочке на 100 есть ну что давайте лаборатории извиняюсь можно я первым еще я просто рад лаборатории приносят раздробленные акции у меня четыре я показываю и все они отправляются в портфеле раздробленных акций за электричество мы получаем дивиденды дорогим кого есть не есть это две тысячи за каждую карту били падают и нищенский банк растет компьютеры обанкротились обанкротились у кого есть компьютеры скидывайте все да ну что принципе нормально прошел раунд это был третий раз для калка да теперь у нас четвертый раунд все получили прогнозы выкладывать ух кто-то торговые сборы на плате 3 тыс кто-то заплатит очень плохо мешал слушайте но я мешал при вас так совпал я мешал тем более московским методом на кучке раскладывал пожалуйста ваши две карты по три да давайте так ты ходишь перед да я все конечно днищенский если у них сейф открыт постоянно ну чем вообще вопрос конечно ты это я готов да блин да ладно так смотри какая комбинация ну то есть ты как бы по-любому заплатит шесть пять тысяч просто так купил акции вам я пошел на бирже играть мамкин акционер ну ладно давайте быть короче я готов купить вот эту фигню за шесть тысяч все ухохохох забирай твоего желтого человечка Сейчас посчитаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чё ты творишь? Я уж забыл, куда я чё раскладывал. Ядрён батон. Блин, ну 15-то много. Ещё и три. 18. За 18-то вы чё? Мужики, да вы чё? Или просто пять? И не играть в эти игры? Не, давай. Бьёмся до конца. Набирай. Получается, каждый из вас по 18 запросит? Да, как минимум. 20. 7. Теневые схемы. Ещё какие теневые. Давай. Да ты смотри, что творится. Всё. Но это было круто, да. Так, разбираем. Действия у кого-нибудь есть? Сразу же. Это кто взял? Ты? Так, 3000 я должен заплатить сразу. У меня 1 рубль, кстати. Раз. А, а ты знаешь, что ты не мог... Ты не можешь выбирать... Ты не можешь выбирать ту цену, которую ты не можешь заплатить? Ну, да. Я в курсе. А, а если ты не можешь заплатить торговые сборы, то ты должен положить её возле себя, и как только 3000 накопишь, сразу же отдаёшь. Ты её хотел скинуть? Я заплатил. Ты заплатил, а у тебя остался 1 рубль? Да. Тысяча? Да. А как ты собираешься побеждать? Как я же сказал. У тебя есть какая-нибудь тактика? Так, всё, забираем. Причём, смотрите, интересно, что если акции уже стали раздробленными, да, это не значит, что теперь все акции этой компании вы сюда кладёте в портфель раздробленных акций. Нет, это происходит только в момент, когда вот здесь оказывается тикер. Всё, теперь мы действия играем. Действий ни у кого нет, теперь мы можем... Есть. Действия. Давай. Да, я знал. А, не, я не знал. Не, вот этот? Я не знаю, где уж побольше. Всё. Всё? Всё. Ну, поехали. Начиная с меня мы можем продавать некоторое количество акций. Ну, я продам Эпик Электрик за 6. Я продам электричество и банк за 6 и 7. 13. Да, 13 тысяч. Неплохо. Вот так, на четвёрочку. Хоть 5 тысяч будет. Чё, вскрываемся? Да. Вскрываемся. Компьютер на 1. Зелень. 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 Зелень получает дивиденд по 2 тысячи. Да, я ещё хотел вот что сказать для зрителей. Мы уже этот вопрос обсуждали. Вместо того, чтобы продавать в фазе продажи вот из этого портфеля, из раздробленного акции по удвоенной цене, вы можете по обычной цене просто переложить их отсюда в обычный портфель. Но я пока не понял, для чего это делается. Для чего? Непонятно. Здесь всё выгодно. Пишите в комментариях. Повысили зал? Нет. Но ещё ничего не делать. Нет, как, как? Она была на шестёрке. Раз, два, три, четыре. Вот. Я следил за этой компанией. Потому что у меня ЕВА. Ну ладно. Минус два. Стой. Минус три автомобиля. Ну отлично. Так, хорошо. Я передаю тебе. Компанией. Росты?! Росты?! Не росты! Мммм... может это для того чтобы если ты хочешь получить дивиденды например как-то не знаю почему что может мотивировать меня перенести а нет не знаю если бы банкротства например что банкротства и из обоих портфеле выбирает нет предположения нет ты общительный у меня вообще 7 рублей а вот почему что вам нищебродом да наши богатые размышления ладно погнали давай одну нам надо закрытую ой извиняюсь теперь уже бессмысленно ну да ну чё поехали блин ну ладно может я дивиденды получим с них хотя бы ладно так действием на нет нет все кладу в портфель вот почти все опять отдал стоит позвонить твоему начальнику рассказали уже не очень-то или в отпуск отправил да я тебе говорю что ты менять в жизни может чем-то друг него ну давай те фаза действий сейчас у нас да компьютер продаю а все нету до фазы действий ни у кого хорошо продавай по четверки продал 8 получил я прям компьютеры и машины 5 не я подожду вдруг дивиденды будет с машины чем 2000 продавать я ничего не продаю все а скрываемся не нужно же не подался это шпате игра тут не обязательно ладно 21 до 21 плюс 8 29 так все 4 зелень 2 минус 3 компьютера дивиденды с лаборатория лаборатория у меня 4 4 на 4 на 2 8 неплохо машина ушли в банкротство так машина хоть а спасибо я хотел дивиденды с них получить вот они кстати че тут с автомобилями какая-то беда да и сталь плюс один это беда с автомобилями рано у тебя деньги появились где-то слезы слезы вкладчиков подожди ну ладно неважно ты взял уходи вот уходи вот уходи вот Женя, Женя Ты забираешь? А Потом Женя Да я не хочу брать автомобиль, я это ясно дал про меня, ты чё? Мужики, я далечил Не, на 15 нет смысла Нет смысла на 15 Есть ли смысл в пятнашке? Ладно Всё, ладно Разбираем Ты ещё заплатил За сборы А, слушайте, мы каждый раз забывали платить Я платил сюда Ты всё время платил? А я вообще не платил Вот, ты же самый... Очень долго не платил Да, вот почему я победил Ну ладно Два Три Четыре Пять Да, вот почему я победил А, подожди Стой, стой Вру Я же всё время за ноль брал Да, да Вот почему я не платил Не, всё нормально, ребят Ну, даже если где-то забыл Так, себе отмазочку Даже если я где-то забыл Я извиняюсь Нужно обязательно платить Смотрите, нет Так, действия есть? Не расслабляйтесь Да Действия есть? Нету действий Есть Так На два Угу Всё Так, фаза продажи Ну, я продам А, извиняюсь Не смешиваюсь Не смешиваюсь Ты продаёшь машины за пять А, ты что-то будешь продать? М-м-да Лаборатория У нас два Тридцать Четыре У меня четыре было Да, всё правильно Компьютер за один Угу Один Так Двадцать Тридцать Сорок Это вот отсюда Шестьдесят Восемьдесят Сто Сто Двадцать Мы можем заканчивать Да, игры Почем Не знаю Сто двадцать Да Я думаю Этот стоп Не собирается, конечно Там один раунд остался, да? Угу Да Последний Ну ладно Я тогда Всё продам Это у меня получается Подвойной Двадцать 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 Тридцать восемь Двадцать 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 Четвадцать Четвадцать Плюс Нужше Восемь Суруп Четыре Все Что у тебя подвойное было? так раскрываемся у нас еще один раунд я бы получил дивиденды электричество плюс 4 автомобили как обычно это никак не везет я просто поменял бабки можно да нет меня же по курсу по номиналу бумажка бумажка так ну что еще хорошо торговые сборы биржевой рост бум и стэнфорд стил так 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 что за шашки пошли напряженная была обстановка 2000 плати 10 плачу 7 забираю обратно заплатил действий у меня нет кладу сюда что-то увеличится на 2 раздробление у нас пошло кого что переходит хорошо так что открываемся продажи продаж на я продам зеленый я продам зеленый за 6 компьютере ушли за 2 сделка века просто ну что все так еще можно продать да да давайте по удвоенной лаборатории 14 там у нас правда в основном нули были но даже если где-то что-то упустил я извиняюсь конечно что продам по двойной скрываемся в день начинский банк так тебе 2 до 10 компьютер растут компьютер растут и автомобиль на коне я я сказал что они станком то нужны нет ну всего теперь у нас конец игры давайте определим мажоритарных акционеров вот раскрываете у кого больше всего карт компаний у вас поровну стали значит вы получаете по пять тысяч и получается больше всего у тебя желтые 10000 правильно да ведь я правильно понимаю смотри единоличное владение наибольшим числом акций ты десятку завожу да за желтым за банк теперь мы продаем акции оставшиеся по актуальным ценам 17 и теперь мы считаем победные очки у меня 160 то есть деньги 165 тысяч шумер платил там я просто сыграл на я знал что лаборатории будут актуальны в этом году восемьдесят восемь да ладно я не последний я расстрелял сидел пол игры так 110 ну вот так пошла 145 было чуть хуже сыграл ну опять же даже если где-то я вот не помню по моему я все время нулями играл и где надо было платить 3 ячет там платил 3 вот даже я если где-то упустил я извиняюсь но вообще в принципе мы не критично да ну и таким счетом и летсплея мы снимаем не для того чтобы четко отыграть по правилам без ошибок а для того чтобы люди поняли атмосферу игры и процесс игры вот ну что я тогда начну сейчас нам нужно конечно какие-то свои впечатления выразить я скажу еще что эта игра не свойственно моим вкусом мне интересно было поиграть с экономистом пусть оказалось что это не твой профиль там и все такое но считайте это твоя профессиональная обязанность вот даже ты несмотря на то что проиграл я был с рублем ты была да да это это победа что я скажу ну во первых мне кажется эта игра как раз понравится тем кто в теме то есть если кто-то играет на бирже если кто-то занимается финансами не это не денежный поток знаете есть такая игра типа она научит вас там зарабатывать деньги конечно не зати да это именно вот для тех кто в теме кто в финансах мне кажется очень понравится она обладает такой нейтральной темой это тоже хорошо если ну не знаю в каком-то вот интеллектуальном так скажем в какой-то интеллектуальной компании поиграть то нейтральная тема плюс вот такие финансовые механики она кстати достаточно простая не сказать что она семейная но все-таки тема у нее такая не совсем семейная вот она вот как раз подойдет интеллектуальная компания любящие финансы ну короче у меня поняли какие недостатки как мне кажется у игры не очень она ложится на память то есть вот эти все фазы ну понятно что уже к концу партии мы запомнили но все равно они какие-то вот такие трудно запоминаемые все эти фазы нюансы и так далее вот так что я не могу сказать что она прям какая-то слишком простая слишком плохая мне она понравилась вот но все-таки я бы рекомендовал вот именно людям которые с финансами больше общаются вот но она может показаться она специфична короче говоря она не для широкого круга игроков вот это понятно да у нее тема биржи принесешь домой к родителям допустим тебе 14 лет ты принес грубишь и грамма вот поздно игры на бирже играть поэтому вот смотрите может быть кому-то именно механики понравится по поводу механик кстати очень клево по поводу изменения курса постоянного прям мне очень понравилось и классно что фазы здесь так сделаны что там курс меняется после продажи до продажи ты еще можешь немножко его поменять аукцион такой классный здесь вот такие у меня впечатления какие-то смешанные на первое что мне понравилось это игра быстрая занялась не больше часа если не ошибаюсь по правилам она не такая сложная но много неточностей в самих правилах каких то что не сказано перемешиваются ли компании после того как мы их раскрыли что еще было ну это с оговоркой то есть вот прям вот так вот чтобы быстро и перечитав несколько раз эти разделы правил я не нашел что карты должны к новому раунду быть перемешаны это логично поводу карт действий до поочередно или на всю она то что я рассказывал вот и непонятно про перенос из удвоенных из раздробленных денег уже обратно в портфель акций зачем это нужно нету примеров может с обратной стороны там более другой да мы сейчас кстати покажем ну да то есть то есть как бы интересно вот туда зачем это нужно что это дает понятно что это что-то дает и если сыграть 10 партий то наверное понятно будет но вот тут советы новичкам тут нет такого обязательно перекладывайте отсюда сюда чтобы там чего-то давая загадка остается просто если был бы там описанный пример как это происходит в самих правилах было бы более понятно ну да примера нет есть только примечания так у меня все ну как ты вот тоже далек от финансов но при этом как тебе она весьма неплохо в первый раз она интересно в семью ее я бы не взял так как никто не увлекается финансами это было просто не интересно в компании людей от 20 из старше она была бы весьма не плохая если кто-то любит посчитать и построить какие-то прогнозы всего шесть карт то уж можно просчитать вот что я хотел выразить не тот кто с финансами любит возиться кто любит считать и делать прогноз да ну что скажи тебе игра не понравилось ты проиграл я уже депрограя ну не люблю игры которые вот именно основанной реальности в текущей текущей действительности это лучше чем против педали подожди надо было записать твое мнение сразу после того как ты выиграл и не на самом деле игра нормали нет но она простая подойдет начинающим лучше монополии само собой ну да и наверно стоит столько же сколько монополии 2 что здесь сосуде 2 что да монополия подешевле конечно ну но это хоре многогранная так скажем ты хочешь сравнить ее с монополией в том плане что она ну да в принципе монополии тоже то там нужно покупать там конечно малоуправляемость в монополии то есть как ну как альтернатива начальную игру я не знаю вы может быть и не рекомендовал либо 300 рублей доплатил до текет дурать ну да тут все-таки тема тема она такая специфичная и поярче бы хотелось пуль расскажи мне о своих вкусах они специфичны больной облёдок как раз нем ты опять кстати но я там до покупать понятно вот все вроде и плюс минусы да я понял посмотрите давайте покажем эту вторую сторону поля обратную сторону брат да вот написано базовая сейчас мы посмотрим что там не не базовая чуть про усложненная ну вот смотрите видите у каждой компании разный старт и соответственно разное будет откат от банкротства разные вообще шкалы 1 3 там на цены да если вы попали здесь на раздробление то уйдете сюда здесь отсюда и начнете и отсюда будете возвращаться стэнфорд стил еще и выплачивает дивиденды если переходит этот самый маркер или останавливается на значка на значках с долларом здесь даже по-моему два раза в смысле удваивается дивиденды начинают они вообще вот здесь их очень легко вывести в раздробление потом ну короче говоря у них появляются некие какие-то свойства уже с той пачки да еще если мы добавим инвесторов это дополнение но видите тут можно наверное превращать минус плюс тут что-то делать можно ну короче говоря свойства у всех разные понятно и да у вас появляется еще и вариативность так что смотрите тут еще и читайте можно сказать два дополнения в игре ну что ж друзья вот такая вот игра биржа мы с вами мы говорим вам до свидания всем пока друзья с любовью канал твой игровой пошли помашу чтобы и сервером дать или описать что ты не можешь все пока ребеночка а и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»